Всем привет! Очередная распаковка и в начале видео хотел бы вам рассказать про вот такую вот штуку. Это специальная зарядка бокс для мотоцикла, больше применения ему не вижу. Оригинальная SJCAM. Вот такой оригинал будет стоить ни много ни мало, в районе 25 долларов. Применение всего лишь одно, как я и говорил. Это для того, чтобы камера была в водонепроницаемом боксе и одновременно заряжалась. Везде логотипчики SJCAM есть. В комплекте у нас специальных два переходничка идёт. Вот автозарядка вот такая. Автозарядка с специальной какой-то штукой, преобразователем, наверное. Да, преобразователь. И вот такая вот штука, которая вставляется в камеру microUSB. Вот это вы знаете. Это просто USB. Я не знаю, зачем. Может быть там свой прикуриватель вставлять. По идее, всё должно быть водонепроницаемым. То, как оно крепится, вы сразу разберётесь. Даже показывать не буду. В комплекте у нас два крепления резиновых, таких силиконовых водонепроницаемых. Болты специальные. Вот ещё болты на самой камере. Эти откручиваются. Это вставляется. Камера внутри. Зарядка идёт. Здесь вот эта силиконовая водонепроницаемая штука посередине. И камера одновременно может быть как регистратор на мотоцикле. Дождь, снег. Всё равно она снимает. Вот такая вот вещь. Больше применения ему не вижу. Также в комплекте есть задняя крышка с прорезями, которая вообще не нужна. Если покупается для того, чтобы было водонепроницаемо, то зачем крышка с прорезями? Но если кто-то знает, то пишите мне. И я вам скажу, что она не нужна. Вот такие вот вещи. Оригинальная коробочка. Да, с жейком. Всё круто. И перейдём к распаковке всякой шляпы. Итак, как что-то ножик режет, не режет. Здесь у нас, по идее, какие-то автотовары должны быть. Ну, или в большей степени автотовары. Потому что по треку я не могу проверить. Оно всё почти без трек-номера шло. Вы представляете, вот как оно идёт. Это вот такая специальная вещь. Лампочка. Надо отламывать себе. Раз, отломал, поставил. Вообще дёшево стоит. По-моему, вот этих 5 лампочек в районе 2 баксов. У многих в машине вот такое вот стандартное крепление. Везде можно поменять на диодное. Но есть у этих ламп один косяк. Вы, наверное, видели, я раньше распечатывал что-то подобное. Диодные лампы. Вот на моей машине со временем, может быть, генератор как-то работает так, что они просто моргают. Ну, вот если от аккумулятора их включать, то они ровно работают. Если от генератора, то начинают моргать. Но не сразу, со временем так вот портятся, наверное. Не знаю. Поэтому нужно заказывать их много. Ну и в Китае, естественно, покупать дешевле, чем где-либо. Ещё какие-то лампочки, наверное. Даже таких назаказывал. Так, там больше ничего нет. Это 3М-скотч. Это не 3М, это какой-то QM. И вот такие вот диодные ленточки. Как они светятся, можно вам не показывать, потому что на камеру всё равно реально не передастся то ощущение, насколько хорошо оно снимается. Точнее, светится. И вот такая вот штука. Можно прилепить себе её куда. Я даже не знаю, куда. Я так покупаю много лампочек, потому что люблю всякие лампочки. А куда его прилепить, уже потом придумаю. Главное, чтобы были. Так, смотрим дальше. Наверное, это всё здесь будут лампочки. Да, лампочки. Так, это я порезал пакетик. А тут у нас тоже... Ой, я в салоне использую примерно похожее освещение, только это какое-то маленькое, квадратное. Тоже здесь такой вот скотч, почему-то уже зажатый. Вот такое у меня стандартное крепление. Крепится и светит даже очень хорошо. Вот такой одной лампочки хватает на весь салон. И она, кстати, у меня и моргает. Когда машина работает. Ну, обычно такое освещение используют, когда машина стоит и не едет. Так, запаковывайся. Ну, как-то так. Посмотрим, что там далее. Это я уже по ощущениям представляю, что такое. Цены вам не говорю, потому что сами не помню. Всё в районе двух баксов, трёх баксов. Такое дешманское. Ничего себе. Здесь должно быть метра два-три, наверное. Нет. Ну, не знаю. Не замерял. Это стоит полтора бакса. И это специальная штука, как молдинг. Можно нацепить на машину. Вот такая вот светящаяся штука. Здесь она идёт такая с зажимом. Можно её прицепить. А куда её можно прицепить? На крышку радиатора впереди. В салоне где-то. Много где можно её прилепить. Там уже у кого-то хватит воображения. Светится она так. И придаст стиль вашей машине, если у вас что-то такое раритетное. Так, пустой пакетик. А это шло без трех номеров. Ух ты, какой он ужасный. Я даже себе не представлял, насколько он ужасен. Это всем известный трипод для камер. Там ничего себе, здесь маленькая совсем дырочка. Его можно прилепить к дереву. Так вот закрутить, закрутить и использовать камеру где угодно. Ну, в принципе, она крепко держится. Не знаю, как она в эксплуатации, потому что я ещё такие вещи не использовал. Но выглядит довольно убого. По-другому не скажешь. Вот такая вот маленькая штучка трипод. Без всяких там зажимов. Вот такая так липса идёт. Ага. Даже вот так она ещё и разбирается. Можно её обратно собрать. А, нет, это она с трещинкой вот здесь идёт. Но ничего, китайцы предусматривают, что наши люди имеют клей. На крайняк холодную сварку можно это всё залепить. Лучше пока не трогать. Вот такая вот надёжная китайская вещь. Ну, за эти деньги лучше и не стоит просить. И в карабуле не то, что я ждал больше всего в этой распаковке. Увидите, когда распечатаю. Что у нас здесь может быть. Комнатик, коробка. Ого, оно большое. Думаю, поменьше будет. Честно, в руках представлялось меньше. И здесь у нас пакет. Заказал в Китае пакет. Очень нужен был. Вот такой вот пакетик. Можно использовать, чтобы слаживать на разные лампочки, например, если порвался пакетик. Вот можно трипод сюда поставить. Хорошая штука. Стоит недорого. Заказывайте в Китае такие вещи. Шутка. Здесь у нас в пакете был вот такой вот бензонасос. Может, кто-то не знает. Я езжу на старой раритетной машине. Москве 408. И мой бензонасос дико течет. Ничего не помогает. Заказывал я и текстолитовую прокладку. И вложил герметика полтонны. И все равно он у меня течет. Может быть, кто-то еще сталкивался с такой проблемой на своих там тазиках или прочих машинах. Так вот этот бензонасос создан специально для карбюраторного двигателя. Карбюраторного. Потому что там низкое давление должно быть. И он будет накачивать вам бензин, как на крутой тачке. Включаешь зажигание. Он такой... И пошел качать. И здесь написано, что он изготовлен в Японии. Но мы все прекрасно понимаем, откуда он приехал. Стоит он в районе 10 баксов. А это примерно столько же, сколько и можно купить мой родной бензонасос. Ну, точнее, бушный, наверное. Там бензонасос, который и так будет течь, даже если я куплю его новый. Поэтому проще дырку в двигателе чем-то заглушить. Вот это вот прилепить на корпус. Может быть, еще какие-то переходнички. Транзисторы. Резисторы. Что-то еще сделать. Я еще пока не разбирался. Но вещь вообще прикольная. Так, прилепил на корпус. Две шлангочки подсоединил. И он в карбюратор накачивает нужное количество топлива. В зависимости, сколько там у вас настроено поплавками. Там внутри какая-то влага, смазка, что ли. Скользкая очень. Да, внутри какая-то смазка потекла. Пахнет бензином, знаете. Но это какой-то китайский бензин. Пойду мыть руки. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Будет много видео. Когда-нибудь потом. Пока.